Привет, Каданы! Это Таран. Сегодня второй видосик. У нас чуть распогодилось. Мы попиздили кататься. Короче, ну не на мотоцикле. Поехали кататься на машине. Вот. Я хочу такой сделать дисклеймер небольшой, наверное, на канале. Здесь будут маты. Дело в том, что у меня такая профессия. Она связана именно с работой с людьми. Очень тяжелая профессия наша. Доля наша воровская. Нет, не воровская. Мы ничего не воруем. Мы, наоборот, лохи. Мы все растеряем. Мы лошары растеряши. Смотри, это девочка едет на этой машине. У него правый руль. А, у него руль оттуда. Это, кстати, папа Танин. Это Танин папа. Как ты такая Таня? Таня что, с бульдогом. А, да? Даша с ними не дружит. Ну, короче, вот так вот. Друзья, я что сегодня? У меня опять камера пишет 10 минут только потом выключается. Это именно вот на двойной записи. Вон, мотобрат, привет. Ох, какой. О, у него пусто лежит на буль. Какой, блядь. Толстенький. Вот. И, короче... Блядь, я уже проебал 2 минуты, не сказал. Предупреждение, друзья. Не показывайте это детям. Дети, не смотрите эти видосы, потому что я матерюсь. Я пытаюсь, как бы, измениться. Я пытаюсь, да. Ну, я всю жизнь работаю с людьми и всю жизнь, как бы, у нас есть какие-то напряги и мне почему-то всю жизнь попадаются люди, с которыми нужно только материться. Поэтому я, короче, извиняюсь. Я больше не буду. Ну, наверное, буду, но на всякий случай вы не берите во внимание. Как бы... Короче, погнали. Я сегодня узнал такую новость, что, наверное, запоздало я ее узнал. Расформировали СтопХам. Почему я вспомнил СтопХам? Потому что мы сейчас выезжали из дома. У нас около нашего дома огромный такой элитный спортзал. Вот. И, короче, мимо этот спортзал поставили как раз на пути нашего, на выезде из нашего, вот, двора, из нашего дома. Там двухполосная дорожка. И дело в том, что вот эти все псевдоспортсмены, которые туда приезжают там попиздеть, порисоваться друг перед другом, они все свои лакшери автомобили ставят именно вот под дверью. То есть они противники пеших прогулок изначально. То есть, как бы, спортсмен, противник пеших прогулок. Тем более, вот, буквально в пяти метрах оттуда у них есть шикарная стоянка закрыта. У них там своя автомойка. Они все равно ставят это все на проезде. Там висит знак эвакуатор. Там сплошная полоса. Там, короче, все сделано для того, чтобы никто никогда не парковался. Никогда, за сколько времени, за сколько лет, ни разу не приехал ни один эвакуатор. Ни разу никого не забрали. И ни разу никакой стоп-хамовец не прибежал. И не клеил там наклейки. И не вызывал хозяина на скандал. Да, вот, на то, чтобы, допустим, попиздиться с ним. Вот. Это почему стоп-хам? В Краснодаре, конечно, его, наверное, и не было. Ну, какие-то попытки были. Но тут наши армяне быстро их всех скрутили. Короче, как бы, эти все попытки пресекли на корню. Вот. Почему именно стоп-хам? Почему именно наш спортзал? А потому что я вообще этих парней всегда считал, как бы, позерами. Правильно говорится? Позер. Позер. Люди, которые делают все вот нарочито, вот, чтобы все видели, чтобы все знали, кто ты, что ты делаешь, чтобы все видели последствия твоих действий. То есть, заключается, приведу простой пример, показывают московский какой-то проспект, ебучая просто пробка, там в шесть рядов стоит туда и обратно. И вот машины едут по тротуару. Ну, да, есть категория граждан, да, это же не значит, что они плохие, они там пидорасы во всем. Нет, ну, вот он, он считает, что он умнее всех, он выехал и поехал по тротуару. Чуваки из стоп-хама, они никогда не становились в начале этого тротуара, они не становятся в местах, где происходит заезд в этот тротуар. То есть, там везде стоит довольно-таки высокий бордюр, иногда кое-где и заборы, короче, стоят. Они не стоят в этих местах, они специально становятся поодаль, причем прилично поодаль, чтобы снимать человека, который туда уже заехал, который уже проехал, нарушил все мыслимые и немыслимые правила, и они, вот, короче, вызывают скандал. Это чисто, я считаю, это чистым позерством. Если ты хочешь действительно что-то предотвращать, ты должен стоять на въезде и не пускать автомобиль. То же самое касается и стоянок, но если вы активисты, вы стойте, просто не разрешайте людям здесь парковаться. Ну ты стань, вот, поставь вот так ногу перед бабом, все, нет, нет, они это не делают, они будут сидеть в кустах поджидать, когда кто-то припаркуется, потом они быстренько, дружно с камерами выскочат, с быками, все это вызовут на скандал. Это YouTube, просмотры, ролики там, все это, это все, бабки все хорошо зарабатывают. Закрыли их, и хорошо. Толку от них ноль. В обычных городах от них толку ноль. Это чистое шоу, позерство. Краснодар страдает этим, да. Вернемся к Краснодару, опять-таки, СтопХам, ладно, хер с ним. Это вот, все от того, что вот у нас, около нашего дома, около нашего, вот этот ебаный спортзал, эти все ставят лакшери, успешные люди ставят свои лакшери тачки, короче, около нас. Вернемся к Краснодару, вот сейчас мы стоим, короче, вот, если вы видите, вот мост, у нас здесь одна из самых крупных стоянок, короче, эвакуаторщиков, то есть, ну, машины, которые эвакуируют в городе, да, и их свозят все сюда. У нас здесь есть, здесь одна стоянка, одна стоянка немножко поодаль там на районе, в общем, их, по-моему, пять или семь, может быть, восемь стоянок этих. И все дело, весь прикол в том, что они, вот, не выезжают за пределы, в радиусе, там, пяти километров, вокруг стоянки, они просто не работают. То есть, в городе есть, действительно, проблемные места, где надо автомобили эвакуировать, там, потому что это вообще, это, блядь, полнейший пиздец, это настолько явное нарушение правил, и вообще, вот, здравого смысла, люди просто бросают машину посередине дорог, вот, просто затыки, все, там эвакуаторщиков нет никогда, потому что это далеко, это далеко и сложно. Они тоже позеры, вот, кстати, это место, вот, вот оно, это все чистое позерство, идет тупо зарабатывание бабла, то есть, им дают делянку, они с этой делянки, короче, что-то имеют, ну, я не говорю вот за вот этих вот эвакуаторщиков, потому что, ну, это, вообще, они, среди них, это считается, ботва колхозники, они просто подбирают разбитые машины, у тех чуваков бизнес, привезли, 2 500, штраф сколько, полторы, плюс там еще, что у тебя мент там найдет, каких-то штрафов там неоплаченных, еще куча, ну, короче, хорошо, ты попадаешь в среднем где-то на 4 тысячи, вот, привет, пизда, братье, вот здесь всех, привет, мусора, вот, и, короче, такие дела, и, все получается позерство, вот этот вот пошел сейчас с палочкой, вот, иногда на Тургене, вот здесь бывает затык у нас, вот, стоит мост, вот, они все прекрасно знают, вот стоит одному регулировать, регулировать, sostовать одному регулировать, регулировать, регулировщику, блять, выйти с этой палкой на перекресток, на проблемный, он рассосет всю эту пробку в момент, просто, нет, нихуя, зачем, у него есть пост, он будет, блять, стоять на этом посту, ну, это не позерство, это вообще, это какое-то, это пиздец, это, Это умышленное издевательство над людьми, я считаю Вот ты стоишь на мосту Ты подошел с мостика, увидел Стоит пробень, блядь, аж от 1 мая, блядь, до пятницы И вот ты ничего не делаешь Потому что тебе нахуй не надо Тебе срать на людей, блядь Вот и все То же самое эти делали стопхамовцы Им нахуй не всрались ваши проблемы Им плевать на загруженность города, на пробки Их только где паркуются Это позерство все Все позерство, все от начала до конца Вот это вот сейчас мы едем Вот ебала стоит, она тут километров 7 длиной Это все, но как оно, оно не стоит, оно медленно-медленно едет Ни один мед сюда не приедет И не начнет сдерживать их вот там всех дальше Чтобы тут чуть-чуть успевало рассасываться Чтобы разгрузить эту улицу Ни один не приедет, это нахуй не надо Его никто за это не оценит Никто его за это по головке не погладит Короче, такие дела Регулировщик Регулировщик Вышел регулировщик на нерегулируемый перекресток Оооо Короче, вот такая жесть, пацаны У нас уже третий день, короче, или четвертый Идут дожди, погода хуевая Я вместо мотоцикла катаюсь с женой на машине Короче, Анна Борисовна, здравствуйте О, молния, да Я даже ее снял Ооо, ты смотри, вот это за этим Ты видел, не въебись кого-нибудь еще сзади Вот, в общем так, будем бороться с матами Пожалуйста, если кому-то приспичит коммент Написать, не пишите, пожалуйста Что это грубо и матерично Я сам знаю, да, мне от этого Поверьте хуевее, чем вам Всем пока Всем право Ровных дорог Сухих дорог И поменьше злых регулировщиков На нерегулировых перекрестках Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому